Стадион Фишт Здесь, на медальной площади, проходили церемонии награждения спортсменов во время Олимпийских игр. Вокруг стадионы, построенные к Олимпиаде. Некоторые изменили свое предназначение. Например, Адлер-арена сейчас академия тенниса. А во время игр там проходили соревнования по конькобежному спорту. Все это наследие Олимпиады и новая историческая достопримечательность Сочи. По Олимпийскому парку можно передвигаться только на велосипедах или электрокарах, но можно и пешком. Вход бесплатный. А это старое историческое место Сочи. Санаторий Мацеста. Источник сероводородных вод. Это место считается особенным и находится под покровительством православного святого Николая Чудотворца. А знаменито стало благодаря лечебной воде. У источника в 1940 году была построена водолечебница номер 4. Здесь посетители принимают ванны. И за счет растворенного в воде сероводорода происходит исцеление. Вот в сауне, когда мы там бываем в сауне, нагревается голова, руки, ноги, внутренние органы, обескровленные, вот так вот скукожились и не знают, что же нам делать. То в нашем Ацессе этого мы не видим и не добиваемся. Мы наоборот добиваемся увеличения кровоток во всех органах. Так же трудно, доступно, как всегда говорю, в тех же суставах, позвоночнике, где очень-очень слабая сеть кровеносная, только капиллярная. А сероводород всасывается, он увеличит этот кровоток. И происходит выздоровление. Все просто, все банально. Водолечебница построена в стиле сталинский ампир. Говорят, сюда частенько приезжал сам Сталин, чтобы принять ванну. Он же дал толчок развитию всему району Мацеста. Сейчас же испытать на себе целебные свойства сероводорода пока нельзя. До конца апреля будут ремонтировать насосы, которые подают воду в лечебницу. Зато можно попробовать минеральной воды и познакомиться с котами. Их здесь много, они настроены очень даже дружелюбно и явно любят позировать. Находясь в Сочи, руководитель СССР Иосиф Сталин жил на этой даче. Основное здание было построено в 1937 году. И зеленая краска сохранилась до сих пор. Ее лишь периодически моют. Здесь есть музей Сталина. За подлинным столом сидит восковая фигура. Письменный прибор – подарок китайского лидера Мао Цзэдуна. Рядом диван, который был изготовлен по заказу Сталина. Он набит конским волосом, чтобы изменить траекторию полета пули, если бы кто-то решился покуситься на жизнь генералиссимуса. Бильярдная на даче Сталина – это настоящий бильярдный стол, за которым он играл. А это настоящий кит. Ну, сейчас я попробую сыграть, как лошадь. Слушай, у меня получилось, потому что, говорят, Сталин не очень хорошо играл в бильярд. Впрочем, потренировавшись, забить шар в лузу все-таки удалось. А в этом зале проходили приемы. Стены и потолок отделаны каштаном. В этой комнате Сталин слушал патефон, сидя у этого камина, и иногда играл в шахматы. Если бы стены могли говорить, интересно, чтобы они рассказали об атмосфере тех сталинских приемов. А многих посетителей до сих пор волнует вопрос – приходит ли сюда дух Сталина? Кому-то давит, кому-то хорошо. Ну, вообще, честно говоря, с 1958 года этот дом являлся санаторным отделением управления делами ЦК КПСС. Здесь уже давно, наверное, знаете, вот гости уже, ну, какие-то современные мероприятия. Здесь даже вот и банкетные какие-то мероприятия часто бывают. Ну, я думаю, что, наверное, нет. Не очень. Уже выгнали, наверное, всех духов Сталина, всех призраков. В конце апреля в Сочи прохладно, вот сейчас около 10-11 градусов тепла. Но зато это хорошее время, чтобы полюбоваться в парке дендрарий, цветущей сакурой. Парк без преувеличения уникален. Здесь собраны 1800 видов растений и деревьев со всех пяти континентов. Например, только дубов 65 видов, а сосен 85 из 102 существующих. Здесь круглый год можно наблюдать за цветами. Вот сейчас это камелия, похожая на розу, но не имеющая запаха. Гулять по парку можно часами. Сколько гостиниц появилось в Сочи? И в какую сумму обойдется снять номер и апартаменты? Об этом в следующей серии проекта «Новый Сочи». Андрей Стардын, Денис Тимошенко. Новости. Партнер проекта «Регион-24». Авиа и ЖД-билеты на все направления по выгодным ценам. Бронирование на сайте регион24.аэро.